Добрый день, коллеги! Сегодня я хотела поговорить про нишу, потому что это, как выяснилось, основной ключевой вопрос. Очень сложно психологу, особенно начинающему, определить свою нишу. Ему психологу, который продолжает, но у него достаточно мало клиентов, он тоже не может определить свою нишу, очень часто говорят, что я хочу работать со всеми темами, я могу помочь людям во всех темах. Но я считаю, что это ключевое вообще решение остаться в какой-то одной нише, быть узким специалистом, чтобы люди доверяли действительно. Я какое-то время работала с подростками, и я могу точно сказать, потому что у меня сын подросток был в то время, и мне было интересно заниматься этой темой, мне было интересно изучать, мне было интересно пробовать разные способы. Именно тогда я натолкнулась на книгу «Гиппенрейтер» Юлии Борисовны про, как помочь сейчас, общаться со своим ребёнком, как. И у неё там две или три книги сейчас про эту тему. И мне нравилась эта тема, я просыпалась утром, и я уже хотела изучать что-то по этой теме. Я шла с работы, и мне хотелось уже что-то читать по этой теме, мне нравилось писать курсовые по этой теме, мне нравилось общаться с подростками. Когда я шла на встречу с подростками, с мамами, либо с подростками, с папами, я уже, знаете, у меня уже прям вот был прям, о, здорово, я могу уже там, не знаю, какую-то анкету, какой-то опросник для них такой придумать, здорово, и смотреть, какие результаты, трактовать, не знаю, там, описывать эти результаты. Мне нравилось всё в этой области, и мне настолько нравилась эта тема, что у меня горели глаза, что я хотела просыпаться утром и уже думала про эту тему, и всё остальное ушло на второй план. Здесь то же самое. Если вы понимаете, что у вас от этой темы, от которой вы взяли уже, и у вас горят глаза, и вы понимаете, что вот вы просыпаетесь утром, и у вас уже внутренний огонь, у вас уже внутренний огонь есть, и вы уже внутри начинаете, там, не знаю, придумывать какие-то схемы, вы уже живёте этой темой, и она у вас крутится в голове, и вы представляете, какие вопросы вы можете задать клиенту, какие техники вы можете использовать. И любую информацию, которую вы получаете, вы уже начинаете смотреть сквозь призму вот этой темы, понимаете, на мир, на клиентов. И главная ориентация вообще, как понять, ваша ниша это или нет, вы ориентируетесь на свой внутренний огонь. Поэтому ещё раз говорю, что вы поймёте, что вот да, за эту тему я могу взять вот столько денег с клиента, и клиент получит результат. И здесь уже не имеет значения какой-то, там, не знаю, маркетинг, какие-то фишечки. Да, этому можно научиться, да, можно прийти ко мне на курс, можно пойти к другому коучу, можно пойти, там, не знаю, просто почитать огромное количество информации по инфомаркетингу, как вообще продвигаться в социальной сети, как выстроить собственный бренд, там, ещё что-то, ещё что-то. Но это мелочи, всё. Самое главное, действительно, чтобы вы горели этой темой, чтобы это вам нравилась тема. Потому что если вам эта тема нравится, но как бы вот так, как-то так, то через год, через два вы выгорите, и вы не захотите больше заниматься этой темой, она вам станет неинтересна. Сколько таких психологов, которым неинтересно работать с клиентами? Сколько таких психологов, которым интересны все темы, но никакая тема глубоко? Сколько таких психологов, которые устали работать с клиентами, не хотят работать с клиентами, которые не хотят вести группы, не хотят набирать группы, не хотят снимать видео, они боятся снимать видео. Почему? А потому что нет потребности поделиться этой темой. Понимаете, когда есть потребность поделиться этой темой, то вы уже не думайте о том, что «Ой, мне страшно». Страшно... Ой, сейчас закрою окно, у меня тут ремонт у соседей. И вы уже не думайте о том, что страшно снимать видео или о чем писать тексты. Уже нет страха белого листа, уже нет страха, не знаю, там, что я как-то выгляжу на видео не так. Нет страха пойти и выступить на конференции с этой темой. Эти страхи все отметаются, когда ваш внутренний огонь уже намного больше, чем, не знаю, там, вот та тема, чем все ваши страхи, чем ваши сомнения, чем ваши ограничения. А вдруг что люди про меня скажут, а вдруг что люди про меня подумают. Когда мне хотелось рассказывать студентам МГППУ про маркетинг, я пришла в МГППУ, я вообще никого там не знала, я не знала, к кому прийти. Я просто в интернете набрала МГППУ и набрала, ну, приблизительно какой департамент, куда я могу прийти, фамилию, имя, отчество, людей. Вся эта информация есть, она в открытом доступе. Я пришла туда, мне было ужасно страшно, но я пришла, потому что мое сильное желание делиться, оно было настолько огромное, что я пришла, открыла дверь и сказала, «Здравствуйте, меня зовут Ирина Хмелевская, я хочу у вас прочитать курс вот такой для психологов, насколько вам эта тема маркетинга для психологов интересна». И они сказали, да, да, нам интересно. В одном кабинете причем мне сказали, что, ну, не очень интересно, и напишите там письмо на имя декана, там ректора, я уж не помню, кого. Вот, и тогда, возможно, мы рассмотрим ваши предложения. Я пошла в другой департамент, прям в этот же здание, на втором этаже или на третьем этаже. Я пришла к ним и сказала, «Ребята, вот дистанционное обучение, вам интересно?» Они сказали, «Да, да, да, интересно». Понимаете? Ну, то есть тогда нет вообще сомнений, когда это ваша тема. И вы говорите, тогда нет сомнений по поводу того, а куда идти, а что предлагать, а что писать в письме. Да что, напишите хоть что-нибудь, напишите хоть как-то. Мне психолог здесь знакомая, она рассказала, как называется в интернете кнопочка «Бабло», кнопочка «Опубликовать». Когда вы нажимаете кнопочку «Опубликовать», неважно, что вы публикуете, там, свою статью, либо вы публикуете прямой эфир, либо вы публикуете видео на YouTube, это точно приносит вам деньги в том или ином виде. Но деньги – это тоже не главное. Главное, чтобы вам нравилось заниматься этой темой. Главное, чтобы вашим клиентам эта тема откликалась, и чтобы она была полезна вашим клиентам. И если вы будете полезны друг для друга, если вы будете с энергией рассказывать про то дело, которым вы занимаетесь, или вы будете задавать глубинные вопросы про ту тему, которая интересна вам, клиенты это почувствуют, и они к вам придут. Всем ромашек. До завтра. Пока.